Дайджест Активатики Прошлую неделю можно целиком и полностью посвятить застройщикам. Лучи народного гнева в их адрес не иссякают. Но вот только одни люди требуют, чтобы им построили, наконец, оплаченные квартиры, а другие бросаются под строительную технику, не давая возвести посреди своего двора объект так называемой точечной застройки. Обманутые дольщики требовали от властей внимания к себе на митингах в прошлую субботу по всей России. В обычно революционном Петербурге все прошло скромно, и под знамена встали не более 250 человек. Революция революции, а дачный сезон пока не кончился, и надо признать, что для бездомных дольщиков дачи – это выход. Но в октябре станет холодно, и организаторы обещают, что вот тогда они устроят по-настоящему массовую акцию. Они встали под красные флаги КПРФ. Именно эта партия взяла под опеку этот сегмент разгневанных граждан, потому что идеология такова, что государство должно быть ответственно за обеспечение своего гражданина гарантиями крыши над головой, особенно если за эту крышу уже заплатили. В России обманутых дольщиков 318 тысяч семей. Не человек, а семей. И у них, кроме долгов, как правило, есть только еще очень много гнева. А гнев – это очень полезный бывает инструмент, особенно если нужно что-то снести, например. Ломать, как говорится, не строить. На митингах люди собирают подписи для коллективных писем в правительство, прокуратуру, депутатам Государственной Думы. В Перми дольщики нескольких недостроев объявили неделю назад голодовку. Представители исполнительной власти нигде, никак пока не реагируют. При этом в Москве то там, то тут жители восставали против незаконных строек. Без документов, без экспертизы, по просроченным и поддельным ордерам и сомнительным ГПЗУ. Не так давно по столице прошли перемежевания. В результате придомовые территории, на которые жильцы претендовали и хотели оформить в собственность, приватизировать, стали общегородской собственностью. И теперь девелоперы разных мастей могут там возводить, что вздумается. Так, 16 сентября жители нескольких домов на улице Кравченко неожиданно столкнулись с тем, что в их дворе ранним утром какие-то крепкие молодые люди стали демонтировать снаряды на спортивной площадке, рубить деревья и городить забор. Вовремя подключились активисты. Собравшимся на сход москвичам никто не собирался показывать какие-либо документы. Некий ЖСК с благородным названием «Дом учителя» при этом намеревался начать строительство высотного дома прямо на месте дворовой спортивной площадки. Жителям удалось приостановить работы. Жители московского 75-го квартала организовали на прошлой неделе мощную акцию против своего застройщика – компании «Крост». Дело в том, что «Крост» обещал своим клиентам квартиры в элитном и благоустроенном квартале, но он влекся и стал возводить многоэтажные коробки. С такой плотностью и чистотой, что об озеленении там и речи быть не может. Бедолаги, которые купили там себе жилье, вывесили из своих окон баннеры с требованием прекратить строительный произвол. Теперь их очень смешно снимают с использованием строительной техники, но жители обещают вывесить эти баннеры снова. Недавно вновь избранная муниципальная депутат Елена Русакова не только мандатом, волей, но и своим телом препятствовала возведению вышки мобильного оператора «Теледва» на улице Молодежной в Москве. Ее туда вызвали жители, на придомовой территории которых начали сооружать забор и выстроили охранников. Депутата, женщину, чоповцы роняли, валяли и даже немного при неуклюжести полиции кидали за забор, пока не появился чиновник из управы Гагаринского района, отказавшийся назвать свою фамилию и представившийся просто и скромно Олег Анатольевич. В итоге он дал отмашку прекратить монтаж, а чопу уехать по своясе. Строители собрали инструменты и уехали. Компания «Теледва» не отрицает, что им там нужна вышка и по их заказу ее собираются установить во дворе у людей. Они же утверждают, что все в рамках закона. Однако в этом возникают справедливые сомнения, и жители пока показывают, кто в их дворе власть. Но не на всех стройках страны представители власти ведут себя скромно и тихо. Есть стройки, которые ведутся при содействии МВД и пресловутого центра «Э». Под Челябинском строительство горного обогатительного комбината сопровождается прессованием активистов, защищающих город и область от опасного с экологической точки зрения предприятия. Активиста движения «Стоп ГОК» Бориса Золотаревского утром 17 сентября задержали его машину, остановили сотрудники ДПС. После чего два служителя центра по противодействию экстремизму вытащили Бориса из машины, доставили в полицию для беседы. Беседа, по словам активиста, сопровождалась специфическими прибалутками. Типа, как к наркотикам не относись, они всегда могут найтись. Потом состоялся суд над активистом. Борису присудили выплату штрафа в 25 тысяч рублей за его сообщение ВКонтакте, где он рассказал, что собирается отметить начало строительства Томинского ГОКа уличным шествием с желтым шариком в руках. Вот приблизительно так мы наш, мы новый мир построим. Субтитры создавал DimaTorzok